Итак, ребят, это третья часть видео, в которой я покажу, как выглядит моя клавиатура именно с подсветкой. Естественно, вы сами видите и понимаете, что подсветка не супер, не идеал, но всё равно в темноте смотрится довольно-таки приятно и необычно. Как бы это ни казалось странным, но корпус кое-где просвечивается. В будущих своих проектах я буду стараться создать клавиатуры с более красивым корпусом, я буду создавать клавиатуры с новыми раскладками, я буду тестировать, экспериментировать, чтобы создать идеальную раскладку алфавита для набора текста одной рукой. Уже есть идеи, есть опыт, как это анализировать, как это проверять и так далее. Также я планирую изготавливать собственные кейкапы, то, что я понимаю, что я использовал кейкапы от обычной клавиатуры и уменьшал их размер. Здесь, кстати, все кейкапы с уменьшенным размером, но они имеют наклон, поэтому где-то этот наклон вообще не нужен. В общем, я планирую в будущем изготавливать свои кейкапы. Также я понимаю, что нужно сделать более тонкий корпус, также я понимаю, что нужно делать переключатели с маленькой высотой, то есть это очень важно, чтобы высота была низкая. То есть будем все делать компактно, потому что все это влияет, да, все это влияет. Одно дело, когда ты сидишь и сверху ловишь руку, другое дело, когда ты сидишь за столом. То есть все влияет, я все буду учитывать, все буду совершенствовать. Также буду совершенствовать и изготавливать вот такую вот подложку, потому что она должна быть тоже не просто прямой, она должна быть изготовлена по ладони человека, то есть видите, вот эти ямки, вот эти вот изгибы, она должна быть именно отлита по вашей ладони, тогда будет это максимально идеально и комфортно. В общем, буду стремиться к идеалу и совершенствовать до бесконечности, и постепенно я буду создавать все лучше и лучше игровые клавиатуры. Вот, ну а сейчас вы сами видите мою клавиатуру, она, собственно, имеет вот такой вид, очень простая. Сзади дизайн тоже ничего особенного, просто такой вот корпус, часть использовал, прикрученный на шурупах, да, вот, и все элементарно достаточно. Элементарная клавиатура. Ну давайте я покажу, чтобы ни у кого не было вопросов, а то вдруг кто-то спросит, работает клавиатура или нет. Давайте я вам это тоже продемонстрирую. Сейчас вот ноутбук открою, вкладку сделаю там пошире. Вот так, сейчас сделаю шрифт максимальный, да, и покажу, что клавиатура работает, что это не просто светится, и я рассказываю. Ну, я хочу привести все доказательства, что это реально, что вы тоже можете сами изготовить клавиатуру. Ну и в будущем, естественно, основная моя цель, это самому изготавливать клавиатуры, клавиатуры индивидуально для каждой руки человека. То есть я буду изготавливать клавиатуру индивидуально под руку каждого человека. Вот какая моя цель, изготавливать самые лучшие игровые клавиатуры. Ну и так, давайте посмотрим. Сейчас яркость сделаю, ноутбуки чуть поменьше, поменьше яркость. Вот, ну, собственно, видите, да, текстовый документ. Я сейчас нажимаю, вот я нажимаю. Ну, как-нибудь вот так покажу, да, вот я нажимаю. Все работает, клавиатура работает. Ну, не думая, что прям вам нужны такие доказательства, но я вам привел. Вот она подключена к ноутбуку. Вот кабель, вот провод, то есть, да, то есть сам все сделал, все работает. Вот, просто хотел показать, что это не фейк, да, как многие в интернете обманут, а просто все реально. Итак, основные мои задачи на будущее – это придумывать новый процесс производства и изготовления клавиатуры для каждого человека. Первую ее модель сделал для себя, и сначала я хотел это делать также для других. Но из-за того, что некачественно продумал процесс производства, я понимаю, что с таким дизайном и с таким корпусом я далеко не пойду. И это будет стыдно, изготавливать такие клавиатуры для других людей с таким корпусом. Поэтому я сейчас буду работать и над дизайном, над корпусом и другими деталями, чтобы в будущем, в своем стартапе, в своем деле, я мог изготавливать хорошие, качественные, приличные, достойные клавиатуры для киберспортсменов и для игроков-профессионалов. Вот, и вот какая моя цель. Собственно, на этом все. Я с вами поделился своими задачами, своей клавиатурой. И сейчас, если вы хотите, также можете попробовать повторить мои опыты или просто поддержать меня и дождаться того момента, когда я, собственно, все придумаю и научусь изготавливать эти клавиатуры для людей, и тогда уже в будущем заказывать их у меня. А на этом все. Это была третья часть презентации. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok